Искренне рад приветствовать вас, всех участников российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию Великой Победы. Хотел бы особо поприветствовать наших друзей и коллег из Китайской Академии Общественных Наук. Прежде всего, разрешите мне представить участников сегодняшнего мероприятия с российской стороны. Андрей Иванович Денисов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Китайской Народной Республики. Николай Андреевич Макаров, вице-президент Российской Академии Наук, директор Института археологии Российской Академии Наук. Член Президиума Российского Исторического Общества. Константин Ильич Могилевский, исполнительный директор фонда «История Отечества». Юрий Александрович Петров, директор Института российской истории Российской Академии Наук. Член Президиума Российского Исторического Общества. И Анатолий Васильевич Туркунов, ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел России, сопредседатель Российского Исторического Общества. На сегодняшний день Российское Историческое Общество объединяет более 100 ведущих организаций образования, науки, культуры. Приоритетом для нас является широкое историческое просвещение, поддержка гуманитарного образования и развитие международных контактов историков, в том числе между Россией и Китаем. В ходе сегодняшней встречи хотел бы обсудить с вами подходы наших стран к истории Второй мировой войны или, как говорят в Китае, мировой антифашистской войны. Уважаемые коллеги, 75 лет назад, 9 мая 1945 года, победоносно завершилась Великая Отечественная война. Разгром гитлерской Германии, решающий вклад, который внес Советский Союз, приблизил окончательную развязку и на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий. Триумф антигитлерской коалиции отправил на свалку истории идеи нацизма, милитаризма и расовой нетерпимости. В непытие ушли преступные планы мирового господства. Память о Великой Победе объединяет и сплачивает все российское общество. 9 мая для нас по-настоящему народный, священный праздник. Из года в год мы отдаем дань глубочайшего уважения воинам-победителям, сумевшим ценой невероятных жертв отстоять свободу и независимость нашей Родины, освободить страны Центральной и Восточной Европы, сокрушить и уничтожить фашизм. Отрадно, что народ Китая разделяет с нами этот великий праздник. Общеисторическая память служит прочным фундаментом стратегического партнерства наших стран, побуждает нас придерживаться близких моральных принципов, высоко ценить суверенитет и национальное достоинство. К сожалению, в этом году праздничные мероприятия по случаю Дня Победы проводятся на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. История учит нас, сколь важно сохранять единство перед лицом подобных глобальных угроз. Осознавая свою ответственность, Россия и Китай последовательно придерживаются принципов международной солидарности и отвергают любые попытки использовать пандемию для сведения политических счетов, тем более задним числом. В те дни, когда миллионы людей по всему миру сталкиваются с бедой, сеять рознь между народами безнравственно. Убежден, что лишь доверие и взаимопомощь позволят преодолеть последствия коронавирусной инфекции, сохранить стабильность в это непростое время. Надеясь также, что победа над пандемией, которую мы без сомнения одержим, как и победа над фашизмом в свое время, позволит человечеству извлечь необходимые уроки и избегать подобных кризис в будущем. Уважаемые коллеги, в 1937 году Китаю выпало первым принять на себя удар милитаристской Японии, входившей в число так называемых стран АСИ. Знаю, что каждый год 13 декабря в Китае отмечается Национальный день памяти жертв Нанкинской резни. Эта трагедия, безусловно, стоит в одном ряду с крупнейшими преступлениями против человечности. К 1939 году количество жертв борьбы с японскими милитаристами уже исчислялось миллионами. Полагаю, оправданы позицию китайских историков, предлагающих рассматривать эти кровопролитные сражения, как полноправную часть Второй мировой войны. Справедливо будет задаться и вопрос. Если мы все солидарны в том, что Вторая мировая война закончилась на Востоке, то почему до сих пор не соглашаемся с тем, что она так же и там началась? Историки знают, что подлинная сущность фашистских режимов была далеко не сразу признана международным сообществом. При молчаливом согласии тогдашних лидеров Запада, Великобритании и Франции, Гитлер безнаказанно оккупировал Астрию и вторгся в Чехословакию, а японские милитаристы развязали войну в Китае и в Монголии. Отдельную и весьма циничную роль в расчленении Чехословакии сыграла и Польша. С конца 1937 года в Китай начали прибывать советские военные специалисты, быстро наращивались поставки военной техники, боеприпасов, вооружения. В 1939 году в окрестностях Урумчи был с нуля построен целый авиазавод, поставлявший китайской армии легендарные истребители И-16. На них рука об руку с китайскими товарищами сражались и советские летчики Астрии. Более двухсот из них отдали свои жизни в неравных боях с японскими милитаристами. Можно согласиться с тем, что в 1941 году действия китайских патриотов сковали значительные силы японцев, не дав им в частности выполнить требования Гитлера по вторжению в Советский Союз. На заключительном этапе Второй мировой войны, добиваясь безоговорочной капитуляции Японии, Красная армия также помогла вооруженным силам Компартии Китая очистить от захватчиков северо-восточный Китай. При разгроме Квантунской армии погибли более 12 тысяч советских воинов. Мы признательны китайскому народу, бережно хранящему память об этих героях. Советский Союз и Китай заплатили самую высокую цену за победу во Второй мировой войне. Память о колоссальных жертвах побуждает нас высоко ценить мир и твердо стоять на страже исторической правды. Убежден, что любые попытки принизить вклад России и Китая в победу антигитлеровской коалиции не просто лживы, а преступны. Столь же категорично мы не приемлем нацизм, какие бы одежды его не пытались редить. Уважаемые коллеги, по итогам Второй мировой войны все пять держав-победительниц, среди которых Россия и Китай, образовали постоянный состав Совета безопасности Организации объединенных наций, на котором лежит особая ответственность за поддержание международного мира. На протяжении 75 лет эта система позволяла избегать крупномасштабных военных конфликтов, учитывая интересы большинства суверенных государств. Архитектура международной безопасности, безусловно, должна совершенствоваться. Однако площадке Организации объединенных наций по-прежнему нет альтернативы. Ни по легитимности, ни по универсальности. Как вы знаете, в этом году президент России Владимир Путин предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета безопасности ООН, призванную дать ответы на многочисленные вопросы, связанные со стратегической стабильностью. Завершая свое выступление, напомню, что еще в сентябре прошлого года на полях Российско-Китайской конференции историков на Восточном экономическом форуме в Владивостоке была достигнута предварительная договоренность о заключении соглашения между Российским историческим обществом и Китайской академией общественных наук, Академией исторических исследований Китая. Когда обстоятельства позволят, мы, конечно, проведем очную встречу и подпишем этот документ. Вместе с тем предлагаю уже сейчас развивать наше сотрудничество и готовиться к проведению встречи в преддверии годовщины Второй мировой войны. Благодарю за внимание и предлагаю для удобства нашей работы чередовать выступления российских и китайских участников. С удовольствием передаю слово Пекину. Уважаемый господин Нарышкин, уважаемый господин посол Денисов, уважаемые коллеги, здравствуйте. В первую очередь, позвольте мне представить тех коллег, которые присутствуют на данном мероприятии. Это уважаемый господин Гаосян, господин Ван Чао Гуан, директор Института мировой истории, господин Ван Чао Гуан, директор Института истории Восточной Европы и Центральной Азии Каон, господин Сун Джуан Чжи, и позвольте мне здесь от имени Као Гуан выразить нашим двум послам, уважаемым господином Чао Гуан и Денисову, огромную благодарность за то, что на протяжении всего этого времени была оказана огромная поддержка со стороны посольства в отношении наших гуманитарных контактов. Сейчас, в этом году, мы отмечаем 75-ю годовщину победы над фашизмом. И, соответственно, мы, пользуясь этим замечательным моментом, проводим целую серию мероприятий, посвященных этому, в числе которых этот наш телемост. И я хотел бы выразить горячее приветствие всем участникам данного телемоста и также поблагодарить всех уважаемых специалистов за то, что они нашли время принять участие в этом мероприятии. Победа во Втором мировой войне — это колоссальный триумф. И, конечно же, это победа света над мраком, это победа свободы над рабством. И победа над фашизмом, над милитаризмом. Таким образом, это позволило победа, в том числе, покончить с полуколониальным положением Китая. То система, которая сложилась после опиумных войн на протяжении ста лет. И освободить Китай полностью. Великая Отечественная война, как неотъемлемая часть Второй мировой войны, также внесла колоссальный вклад в разгром фашизма на планете. В частности, Европейский театр военных действий в России, безусловно, принял самые значительные масштабы. Российский народ и другие народы России, они сыграли колоссальную роль в разгроме фашизма. И, конечно, цена была очень велика, более 27 миллионов человек. Поэтому, безусловно, этот вклад оказался значительным вклад в установление мира, стабильности, процветания по всему миру. И, конечно, это большая драгоценность, которую мы должны ценить и беречь. Русские и китайские народы совместно строят совместное будущее. И у нас имеется будущее. Мы установили тесные и плотные дружеские отношения. Кроме того, российская и русская армия оказали колоссальное влияние на процесс освобождения Китая. И также, безусловно, для установления справедливых отношений, международных систем и справедливых отношений было также оказано значительное действие. И таким образом это способствовало развитию и процветанию мира. Сейчас мы находимся в очень непростую, турбулентную эпоху. И, конечно же, сейчас мы находимся в условиях, когда благополучию и безопасности людей многих стран сейчас мы стоим перед очень серьезным вызовом. И, конечно же, под мудрым руководством председателя КНР Си Цзиньпина Китайский народ смог успешно преодолеть последствия пандемии COVID-19. И в Китае вся система противоэпидеологических мер была построена очень рационально. И сейчас идет очень быстрое восстановление экономики. И, безусловно, что мы хотели бы поделиться тем опытом, который мы накопили за этот период со всеми странами. В частности, с теми странами, которые оказались сильно затронуты этой пандемией. После того, как пандемия разразилась, сотрудничество между нашими странами было очень тесным и плодотворным. И мы друг друга поддерживали во всех трудных ситуациях. В частности, были направлены большие материальные ресурсы в качестве элементарной помощи. И мы, в частности, мы надеемся, что под мудрым руководством президента Путина Россия как можно скорее сможет победить пандемию коронавируса. Безусловно, пандемия — это угроза для всего общества, это угроза для общественной системы здравоохранения. И мы должны использовать наиболее передовое оружие в борьбе с этой пандемией. И те уроки, которые мы извлекли из Второй мировой 75 лет назад, они говорят нам, что в текущий момент, если бы не было на тот момент той победы, то и сейчас мы не могли бы исповедовать те общечеловеческие ценности, которыми мы руководствуемся. Именно та победа позволила нам скоординировать нашу позицию и достичь общих принципов в ведении общемирового порядка. Господин председатель Си Цзиньпин подчеркил, что, безусловно, победа оказала колоссальное влияние на прогресс человечества. Российское историческое общество, безусловно, это очень важная структура, которая играет большую роль в исторических исследованиях. И вот данное мероприятие, данный телемост, в нем участвуют, кроме Российского исторического общества, представители крупных институтов, кругов. И мы надеемся, что посредством данного мероприятия мы сможем достичь успешного проведения данного мероприятия, углубить наши точки соприкосновения и понимания этого вопроса. И мы надеемся, что сможем достичь лучшего будущего. Большое спасибо за внимание. Благодарю вас, уважаемые коллеги, дорогой друг Се Фу Чан, за представление китайских участников телемоста и за ваше выступление, содержащее важные факты и важные мысли. Давайте продолжим нашу работу. Я с большим удовольствием предоставляю слово Анатолию Туркунову, ректору Московского государственного института международных отношений. Большое спасибо. Добрый день, уважаемые китайские друзья. Добрый день, уважаемые послы. С большим удовольствием, Режим Андрей Иванович, Денисов, который участвует в нашей сегодняшней дискуссии с послом Китая. Нам доводится встречаться в Москве на разных мероприятиях. И мы всегда с огромным удовольствием сотрудничаем и вместе решаем те вопросы, которые перед нами стоят. Я хотел подчеркнуть, что великая победа нашего народа, победа антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, вывела поистине всемирно историческое значение для последующего развития всего мира. И сейчас, когда мы ведем диалог с нашими китайскими коллегами, хотел бы подчеркнуть, что антифашистский Восточный фронт сыграл огромную роль в целом в победе коалиции против немецкого фашизма, нацизма и японского милитаризма. Прямо можно сказать, что прежде всего эта победа спасла человечество от страшного варварства XX века и позволила миру вернуться на путь поступательного развития. Но для того, чтобы лучше понять, в чем конкретно составило это значение, полезно представить себе, как мог бы выглядеть мир в отсутствии нашей победы. Во время войны это был отнюдь не гипотетический, а вполне реальный сценарий, который, как свидетельствует документы, прорабатывали участники событий. И вот только один пример, очень показательный. Летом 1342 года, когда вермахт рвался к Волге и судьба войны висела на волоске, Комитет начальников штабов США подготовил подробный прогноз развития мировой ситуации в случае поражения Красной Армии под Сталинградом и прекращения активного советского сопротивления по всему фронту. Цитирую. Падение России, говорилось в этом документе, станет катастрофой, которая поставит США в отчаянное положение. Континентальная Европа будет полностью и надолго потеряна для союзников. Взяв под контроль основные природные и экономические ресурсы СССР, Германия с ее союзниками станет непобедимой в прямом военном противоборстве. В лучшем случае удастся удержать Британские острова, но и там можно ожидать резкое усиление прогерманских настроений в правящих кругах страны, падение кабинета Черчилля и заключение сепаратного мира с Германией. Крах СССР, прогнозировал КНШ, вызовет полную цепную реакцию по всему миру. Рухнет движение сопротивления в Европе, развалится Британская империя, широко распространяться прогерманские настроения на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Соединения германских и японских армий в районе Суэца отрежут союзников от доступа к ближневосточной нефти. США окажутся заперты в западном полушарии и будут вынуждены перейти к глухой и длительной обороне. Перспективы казались американцами настолько мрачными, что в документе даже рассматривался вариант сепаратного мира с Германией или с обеими ведущими странами России. Правда, этот вариант был отвергнут в сходу, как чреватый полной изоляции США в мире. Так думало военное командование США, отнюдь не склонное преувеличивать значение советского фактора в войне. К этим вполне вероятным геополитическим последствиям надо добавить, что победа стран России привела бы к всемирному распространению тоталитарной модели, идеологии фашизма и милитаризма, расизма и антисемитизма. Человечество было бы отброшено далеко назад, и мир поистине стоял тогда на краю вселенской катастрофы. Наша победа, достигнутая вместе с союзниками, отвела его от этого края. Враги человеческой цивилизации были разгромлены, а их идея надолго дискредитирована. Потерпели крах сотрудничавшие и заигрывшие с фашизмом старые консервативные элиты, укрепились позиции левых демократических сил, которые стали определять вектор дальнейшего развития в мире в направлении создания государств, социальной направленности, улучшения жизни простых людей. Осознание опасности агрессивного национализма и межгосударственной вражды привело к зарождению интеграционных процессов. Был дан мощный толчок распаду колониальной системы с выходом на мировую арену таких гевиантов, как Китай. Тем самым наша победа в войне расчистила, наша совместная победа в войне расчистила путь к созданию нового миропорядка, основанного на более справедливых и демократических началах. Я хотел бы особо сказать о роли Советского Союза в планировании и создании послевоенного мира, который сегодня часто замалчивается или искажается. На Западе стало модно изображать Советский Союз чуть ли не спойлером, больным человеком антигитлеровской коалиции, противопоставляя его западным демократиям. Между тем, наша страна принимала самое активное участие и равноправное участие в создании этих международных институтов. Кстати говоря, известный американский дипломат Чарльз Йост, участник конференции в Думбарто-Ноксе, где были разработаны основы ООН, вспоминал, что ему, как американцу, досадно было наблюдать, что основной интеллектуальный вклад в разработку устава ООН внесли двое русских. Член советской делегации Аркадий Соболев и советник Госдепартамента российского происхождения Лео Посольский. Но мне, конечно, особенно приятно отметить, что в работе над уставом ООН и над всеми документами семьи он принимали участие, активные два профессора моего университета. Это Сергей Борисович Крылов и Всеволод Николаевич Дурденевский, которые долгие годы потом трудились в ГИМО в качестве профессоров международного права. И, естественно, это было не случайно. Советское руководство не собиралось отстраняться от участия в формировании послевоенного мира и послевоенного регулирования. Кстати говоря, хорошо известны слова Сталина о том, что Россия выигрывает войны, но не умеет пользоваться плодами побед. Русские воюют замечательно, но не умеют заключать мир. Их обходят, не додают. Это я процитировал Сталина. Сталин, будучи современником Первой мировой войны, опасался, что и на сей раз западные союзники сначала используют Россию в качестве пушечного мяса с помощью посулок, а затем обойдут при заключении мира. Победа в войне, превратившей Советский Союз в великую мировую державу, давала долгождонную возможность перевести гигантские жертвы в военные свершения. И советские планировщики исходили из идеи о взаимодействии с союзниками, с западными союзниками, с Китаем, которое считалось необходимым для решения основных задач, стоявших перед советской внешней политикой. Долговременного обезвреживания Германии и Японии, легитимации новых советских границ и зон влияния за их пределами, получения экономической и финансовой помощи на послевоенное восстановление. Советское руководство даже было готово пойти дальше своих западных партнеров в послевоенном взаимодействии по обеспечению международной безопасности в рамках ООН. Еще в 1942 году во время визита Молотова в Вашингтон Сталин полностью поддерживал идею Рузвельта о четырех полицейских, большая тройка, так называемая, плюс Китай, как основных гарантах послевоенного мира. Не может быть сомнения, телеграфировал Сталин Молотову, что без создания объединенной вооруженной силы Англии, США, СССР, способные предупредить агрессию, невозможно сохранить мир в будущем. Хорошо сюда включить Китай, телеграфировал Сталин. Короче говоря, именно в период войны зарождались контуры будущего мира. И зарождались они в ходе усилий всех стран антигитлеровской коалиции, в результате чего и появилась на свет организация объединенных наций, которая, как и мечтали, или во всяком случае высказывали свои мечты, лидеры стран антигитлеровской коалиции, обеспечила стабильность и мир на протяжении многих десятилетий. Понятно, что было немало военных конфликтов, но, к счастью, ни эти военные конфликты ни разу не переросли в большую войну, которая, конечно, угрожала бы существованием всему человечеству. И сегодня, когда выдвигаются идеи, связанные с укреплением сотрудничества, активизацией сотрудничества стран, пятерки, постоянных членов Совета безопасности, мне кажется, что особенно сейчас, в условии пандемии, реализация такого рода идей, которая не будет простой и, конечно, потребует очень больших усилий со стороны всех государств, членов Совета безопасности, но, тем не менее, является исключительно важной и необходимой. И будем надеяться, что эти идеи будут в будущем реализовываться. Спасибо. Благодарю вас, Анатолий Васильевич. Передаем слово Пекину. Спасибо большое, господина ректора Туркунова, за его замечательный рассказ. Далее приглашаем вице-президента Каун, председателя Академии исторических исследований Китая при Каун, господина Гаосяна. Уважаемый господин Денисов, уважаемый господин Чен Хо Хуэй, уважаемый господин Нарышкин, здравствуйте. В этом году мы отмечаем юбилей 75-летия со дня разгрома фашистской коалиции, но и, кроме того, это еще победа Китая в антияпонской войне, и, конечно же, вот уже через два дня будет 9 мая. Ну и, кроме того, это также и мой день рождения. Надо сказать, что в следующую субботу было подписано полностью вскоре после окончания разгрома Германии третьего числа, сентября, была подписана безоговорочная капитуляция Японии на крейсере Миссури. И, конечно же, мы, безусловно, помним и внимательно анализируем все, что связано с этим периодом войны. Великая Отечественная война — это, конечно же, большой важный эпизод в истории Второй мировой войны. Это очень, очень важный эпизод в борьбе с фашизмом в ходе Второй мировой войны, поскольку масштаб военных действий в ходе этой войны был крайне великим. В частности, в битве под Москвой в этом генеральном сражении был нанесен стратегический перелом, важное поражение немецкому и германскому вермахту. И, конечно же, это одна из важных точек в ходе всей войны. Но, конечно же, цена за это оказалась очень большой, цена за спасение своего Отечества. И, конечно же, те фронты, которые были открыты на территории Советского Союза, это были ключевые военные действия в ходе Второй мировой войны. В частности, мы не можем забыть тех героев, которые оказали большой пример на поколение то и на последующее поколение. Это и Зоя, и Александр Косподемьянский, в частности, и Зоя Александр, Александр Матросов. Это те люди, которые стали героями для народа. И в ходе битвы за Москву, в частности, появилась песня «Катюша», которая стала и по сей день пользуется всемирной любовью и популярностью. Поэтому мы, безусловно, никогда не забудем все это. И, в частности, мы должны предпринять все необходимые мероприятия для того, чтобы сохранить память об этом, продолжить борьбу в этом направлении и рассказывать об этом и всему миру, и всем последующим поколениям. После войны против японского антимилитаризма Китай также сыграл очень важную роль. И, конечно же, была оказана помощь и со стороны Советского Союза после того, как Япония начала вторжение в Китай. Помощь со стороны Англии и США была невелика, а вот помощь со стороны Советского Союза очень значительной. Это помощь в виде материальных ресурсов, это большое количество танков, пулеметов, самолетов. И, конечно же, та большая материальная помощь помогла Китаю колоссальным образом, помогла Китаю выстрелить в агрессии перед лицом Японии. И Советский Союз мы не забудем ту помощь, которую оказал Советский Союз Китаю. В частности, были добровольные бригады летчиков, асов, которые были направлены, воевали в Китае. В частности, это и Кулешенко в воздушной битве на Духане и другие летчики, это те люди, которые отдали свои жизни за свободу китайского народа. Такая помощь между нашими странами, конечно же, безусловно, сконцентрировала все необходимые силы для разгрома фашистской коалиции во всем мире. И это позволило и разгромить и германский вермахт, и квантунскую армию на северо-востоке Китая. Красная армия внесла в этот разгром очень важный решительный вклад. И, конечно же, в частности, после вторжения германской армии на территорию Советского Союза, китайской армии удалось связать часть японских сил на территории Китая и не позволить им вторгнуться в Советский Союз со стороны восточной границы. Поэтому, конечно же, это тоже очень важный опыт нашего сотрудничества. мы были оказаны помощь материальная по разным направлениям. В частности, китайский народ, также его добровольцы участвовали и в борьбе против германского нацизма. и были получены разведывательные информации с помощью китайских граждан. Таким образом, мы вписали замечательную страницу в сотрудничество наших народов участием китайского народа в Великой Отечественной войне и участием советского народа в разгроме Квантумской армии на северо-востоке Китая. Поэтому Китай безусловно участвовал активно во всем ходе, во всех ключевых событиях Великой Отечественной войны Советского Союза. И это также позволило Китаю активно противодействовать войне против Японии. В частности, безусловно, тот вклад, который был оказан Китаем в отношении Советского Союза, был подчеркнут послом, и об этом было ранее упомянуто. И господин Денисов, господин посол Денисов, он ранее от имени Путина, президента Путина, выразил благодарность и о том, что, безусловно, русский народ помнит все оказанную помощь. Это то, что отражает сотрудничество и традиционный дух сотрудничества между нашими странами. И мы сейчас по текущий момент участвуем в охране и поддержке мира, во всем мире. В Каирском совещании, совещании в Каире было упомянуто, что Советский Союз активно участвовал в освобождении китайских территорий, которые были заняты японцами и Маньчжурия, и Тайвен, и территории. Таким образом, вот, участие Советского Союза было решено последствием Каирской конференции, и был подписан документ, который как раз и вылился в итоге конкретно в заговорочную капитуляцию Японии. В ходе победы антифашистской коалиции над фашизмом наш Союз оказал очень важное влияние, и историки наших двух стран на данном телемосту как раз хотели бы поделиться тем, что они помнят о прошлом и смотрят с оптимизмом в будущее. В ходе и Советский Союз в Великой Отечественной войне, и китайский народ в антияпонской войне, конечно же, принес большие жертвы, но и при этом способствовал победе над фашизмом. Поэтому мы не можем игнорировать уроки истории, мы не можем их забывать и для поддержания мира во всем мире, для поддержания стабильности мы должны в дальнейшем продолжать играть нашу роль. И сейчас также проводится мероприятие, посвященное 75-летию окончания Великой Отечественной войны и окончания антияпонской войны в этом году. Поэтому мы должны поделиться нашим видением истории, обменяться впечатлением на эту тему и составить общую позицию. Спасибо. Спасибо, уважаемые господин Се Худчань, за ваше очень интересное выступление, наполненное перечнем и ссылками на важные факты и наполненное глубокими мыслями. С удовольствием мы узнали, что 9 мая вы отмечаете свой очередной день рождения. 9 мая всему человечеству напоминает о важнейшем событии в истории современной цивилизации. Символично, что вы в качестве своей профессиональной карьеры выбрали исторические исследования, историческую науку. Хотели бы пожелать вам успехов и самого крепкого здоровья. Я еще раз хотел бы поблагодарить послов Китая и России в наших странах за участие в подготовке телемоста и за собственное участие в нашем мероприятии. И сейчас с удовольствием предоставляю слово Андрею Ивановичу Денисову, послу Российской Федерации в Китайской Народной Республики. Уважаемые руководители, уважаемые участники конференции, уважаемый господин посол, прежде всего хотел бы приветствовать всех организаторов, участников сегодняшней видеоконференции, поблагодарить за ее организацию. Полагаю, что сам факт проведения видеоконференции продемонстрировал, что никакие обстоятельства включая пандемию новой коронавирусной инфекции, не помешают поступательному развитию российско-китайского взаимодействия в различных областях. Вместе мы способны одолеть любую беду. Наш видеомост проходит в канун 75-й годовщины Победы Великой Отечественной войне. Хочу сразу поддержать предложение об организации накануне 3-го сентября еще одной конференции, надеясь, уже в традиционном формате, посвященной 75-й годовщине Победы в Антияпонской войне и окончания Второй мировой войны. В своем выступлении хотел бы сосредоточиться на некоторых исторических вопросах в контексте российско-китайских отношений. Россия и Китай, Советский Союз и Китай были союзниками в войне и понесли в ней самые большие потери. Боевое братство того времени славная страница в истории двусторонних отношений. Взгляды наших стран на причины, характер, итоги войны практически полностью совпадают. Они служат для нас руководством в тесной координации в деле защиты мира и стабильности во всем мире. Это первое. Второе. В Китае помнят и ценят помощь Советского Союза в годы Второй мировой войны. В период с 1937 по 1941 год сюда были направлены 3665 советских военных специалистов, в том числе около 2500 летчиков и техников. 14 из них были удостоены самого высокого в нашей стране звания Героя Советского Союза. Не вернулись домой более 200 человек. Во многих китайских городах Нанкине, Ухане, Чунцине, Ланчжоу, Гуйлине созданы мемориальные комплексы и памятники, посвященные советским воинам. Третье. Хотел бы сказать несколько слов о военно-мемориальной работе, которую посольство проводит в самом тесном взаимодействии с китайскими друзьями и китайскими партнерами. Всего на территории Китайской Народной Республики находятся 83 паспортизованных российско-китайских военно-мемориальных объектов, включая 59 воинских захоронений и 24 памятника. Большая часть упомянутых объектов связана с боевыми действиями по освобождению северо-востока Китая и северного Китая в августе 1945 года. Ряд мемориалов относится к периоду антияпонской войны 1938-1941 годов. О них я уже сказал. Есть объекты, связанные с войной в Корее 1950-53 годов. Есть и старые кладбища времен русско-японской войны 1904-1905 годов. По обобщенным данным, на территории Китайской Народной Республики в разные исторические периоды было захоронено более 35 тысяч российских и советских воинов. Есть вероятность, что это число может возрасти по мере проведения архивных изысканий и поисковых работ. Много внимания уделяется сегодня содержанию и ремонту военно-мемориальных объектов. Я выражаю искреннюю благодарность нашим китайским друзьям, которые чтят память советских воинов, бережно заботятся об их захоронениях. В декабре 2018-го года на официальном сайте посольства на русском китайском языках был запущен портал, посвященный военно-мемориальной работе в Китае. Это единственный двуязычный источник информации по данной теме в глобальном информационном пространстве. Хотел бы также отдать дань высокого уважения памяти солдата-офицеров советской армии, уроженцев Китая, сыновей и дочерей китайского народа. Даже китайские дети, оказавшиеся тогда в нашей стране, как могли, помогали общей борьбе. Четвертое. Несколько слов о сотрудничестве общественных структур в области военной истории. На фоне растущего интереса к ней в наших странах особое значение приобретает совместная деятельность по организации музейных экспозиций, обмен выставками, архивными материалами. Уже около года известные российские и китайские кинематографисты работают над созданием совместного кинофильма об участии советских летчиков-добровольцев в воздушных сражениях против японских военно-воздушных сил близу Ханя в 1938-39 годах. Общественные структуры России и Китая могут принять участие в организации и проведении различных совместных проектов историко-патриотической направленности. Тематические акции, поисковые экспедиции на местах сражений Второй мировой войны с участием российских и китайских волонтеров помогут дополнительно пролить свет на героическое прошлое наших народов. Предложил бы подумать над созданием мемориала Российско-Китайскому и Советско-Китайскому боевому братству в годы Второй мировой войны. Пятое. В канун 75-летия победы наше посольство размещает на платформе наиболее популярных в Китае социальных сетей публикации по истории Великой Отечественной войны на китайском языке. Мы отмечаем возрастающий интерес китайской аудитории к этой теме. Миллионы китайских пользователей просматривают наши записи, делятся ими с друзьями, многие оставляют комментарии с поздравлениями и пишут, что юбилей победы является праздником и для китайского народа. Шестое. В связи с объективными ограничениями в текущем году как в России, так и в Китае, мы присоединяемся к военно-патриотической акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн. Кстати, эта инициатива привлекла внимание наших китайских друзей. Так, в прошлом году в Пекине в совместной колонне прошли родственники китайских ветеранов, учащиеся местных школ, которые держали в руках портреты своих родных участников войны сопротивления Японии. В заключение хотел бы процитировать слова министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова о том, что уроки Второй мировой войны далее цитата «говорят о ценности равноправного взаимоуважительного партнерства, являющегося по существу единственным способом предотвращения новых конфликтов». Именно на этой философии базируются российско-китайские связи. Конец цитата. Спасибо. Спасибо, Андрей Иванович. Передаем микрофон нашим уважаемым китайским коллегам. Большое спасибо Андрею Ивановичу Денисову. Далее приглашаем к вступлению господина Джен Хан Хоя. Уважаемый господин Нарышкин, уважаемый господин Трукунов, уважаемый господин Трукунов, уважаемые коллеги из радио, здравствуйте. Рад вас сегодня здесь приветствовать. В первую очередь, позвольте мне от лица китайского посольства в России поблагодарить российское историческое общество и КООН за проведение такого важного мероприятия. Как вы знаете, в этом году 75 лет со дня победы мировой, войне против фашизма, также в борьбе против Японии и Великой Отечественной войне. Оглядываясь на историю, мы знаем, что та агрессивная война, которая была начата фашизмом и японским милитаризмом, которая привела к беспрецедентным бедствиям и катастрофам в истории человечества для многих стран, для многих народов, таких, как наши страны, Китай и Россия. И, в частности, в этой битве люди более чем 50 стран, в частности, и наши страны объединились. И все миролюбивые люди, люди мира, они объединились для того, чтобы сформировать широкий международный антифашистский и антимилитаристский объединенный блок. Они вели кровопролитные сражения, они сражались бок о бок и в итоге одержали славную победу и добились свобода и мира для всего мира. Конечно же, Россия это одно из главных театров военных действий Второй мировой войны. И русские народы, другие братские народы заплатили высокую цену, более 27 миллионов человек, чтобы победить в Великой Отечественной войне. И такие города, как Москва, Ленинград, Сталинград и другие города-герои, их деяния будут храниться в веках. Безусловно, это и дорога жизни на Ладожском озере, и священная война, которую можно услышать в тот момент на Белорусском вокзале, и та жесточенная битва, которая происходила в доме Павлова в Сталинграде, все это говорит о том бесстрашном духе и о героическом духе русского народа. Но и так же, как и Россия, Китай принес очень тяжелые жертвы, самые тяжелые жертвы наряду с Россией в ходе антияпонской войны, которая началась раньше и длилась дольше, чем все остальные события Второй мировой войны. В частности, большое количество и гражданских лиц, и военных вели эту кровопролитную битву в течение 14 лет, и в общей сложности погибло 35 миллионов китайцев. Конечно, мы внесли тоже большой вклад в победу в ходе антифашистской войны, и вы можете увидеть, что и каменные львы на мосту Марка Пола, и Кантата Желтой реки, которую мы слышим везде по всему Китаю. Это те свидетели бессмертной славы, которые китайский народ написал, сражаясь в мировой антифашистской войне. Наши народы сражались друг с другом бок о бок, плечо к плечу, и боевая дружба наша прошла испытания кровью. В частности, один из сыновей Мао Цзадуна, старший сын Маоанин, он также участвовал в первой танковой роте в Белоруссии инструктором, и он прошел многие тысячи километров, пока в итоге танковая бригада его, она не вошла в Берлин, он тоже участвовал в этих событиях. И русский народ также оказал большую поддержку китайцам в войне против Японии, в частности, было большое количество оборудования и материальных ресурсов оказано. Более двух тысяч советских летчиков приняли участие в той добровольческой команде, которая была послана на помощь Китаю, и более двухсот человек погибло, этих людей в Китае. Но в итоге советская армия разгромила в Манчжурии, Квантунскую армию Японии, освободила северо-восток Китая. История дает нам возможность учиться мудрости и двигаться вперед в такие особо непростые периоды, как сейчас. В последние годы Россия и Китай совместно провели целую серию мероприятий, которые посвящены празднованию годовщины окончания Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. И также мы участвовали в различных международных контактах по линии ООН, по линии ШОС и по другим международным линиям. Мы, безусловно, должны предупреждать мир, чтобы он не забывал те важные уроки Второй мировой войны, которые мы должны выучить. И в уставе ООН, других документах также включены эти положения о характере Второй мировой войны. И они, безусловно, не могут быть подвергнуты ревизию или сомнению. Поэтому, столкнувшись с теми беспрецедентными изменениями в мире, которые вот сейчас произошли, безусловно, мы должны заботиться друг о друге. Мы постоянно должны искать и расширять общие интересы. Мы должны стремиться к созданию новых международных отношений, которые основаны на сотрудничестве, основаны на транспарентности и сформировать сообщество человеческой судьбы. Таким образом, мы лучше сможем реагировать на разные угрозы и вызовы. Мы сможем служить благородному делу миру и развитию. В 75-ю годовщину победы в войне против фашизов человечество сталкивается с новым и очень серьезным испытанием, а именно это новое педение коронавируса, которое охватило весь мир. Впервые она была обнаружена в Ухане, но под мудрым руководством председателя Си Дим Пина Центрального комитета партии КПК китайский народ сплотился и он принял максимально строгие и всеобъемлющие тщательные меры для того, чтобы победить эпидемию. безусловно, тут же сразу Китай уведомил ВОЗ о эпидемической ситуации и обнародовал всю необходимую информацию, в том числе информацию по генетическому секвенированию в области коронавируса и на протяжении более чем двух месяцев напряженной работы в Китае удалось нормализовать в целом эпидемическую ситуацию. Сейчас Китай вступает в новый этап, когда восстанавливается экономика, восстанавливается импорт и начиная с момента вспышки этой пандемии председатель Си Дим Пина президент Путин несколько раз активно призывали к сотрудничеству и к обменам между нашими странами для того, чтобы контролировать эпидемическую ситуацию, что, безусловно, полностью отражает высокий уровень китайско-российских отношений. И после того, как в Китае разразилась эпидемия, Россия оказала большую помощь, в частности, выступили и глава государства, и широкая общественность, и представители крупных кругов оказали Китаю всестороннюю помощь в борьбе с эпидемией. И в данный момент мы также, Китай, он также оказывает России всевозможную поддержку и помощь, материальную помощь, направляется группа экспертов, противоэпидемиологическая группа. И, конечно же, распространение эпидемии еще раз доказывает, что интересы всех наших стран связаны, что у нас общая судьба, и что построение сообщества общей судьбы это правильный выбор, соответствующий отражающий тенденцию времени. К сожалению, есть некоторые страны, которые до сих пор в общем-то отражают совершенно неверную ситуацию, ведут неверную политику. В частности, они ведут нападение на ВОЗ, на другие страны, таким образом пытаются скрыть свои ошибки и переложить ответственность на других. Но опыт Второй мировой войны говорит нам, что мы можем победить только благодаря единству, и что Россия и Китай объединяют свои усилия с другими странами мира. Они делают это так же, как они сделали 75 лет назад, для того, чтобы противостоять политизации, для того, чтобы противостоять опорочиванию всех исторических фактов. И я твердо верю в том, что в этой борьбе с эпидемией враг будет побежден и победа будет за нами. Я думаю, что, безусловно, мы окажем окончательное, достигнем окончательной победы благодаря тем мероприятиям, тому комплексу мероприятий, которые в том числе запланированы на праздновании 75-й годовщины мира. Но в текущий момент на площади Тяньямен стоит памятник народным героям, а под стенами Кремля также горит огонь, могилы неизвестного солдата. И поэтому это свидетельствует о том, что каждый из нас дорожит в нашей истории и помнит имена погибших героев, и что справедливости свет, и свобода, и совесть, они всегда будут с нами. Я желаю, чтобы данный телемост, он достиг максимального успеха, чтобы под руководством председателя Си Цзиньпина, президента Путина, народ Китая и Россия продолжали продвигать наши славные традиции дружбы и сотрудничества и работать вместе для преодоления трудностей, для того, чтобы достичь общего развития. Большое спасибо всем за внимание. Большое спасибо, господин посол. Вы сейчас только что прекрасно рассказали, сделали прекрасный доклад, высоко оценили вклад наших стран в победу во Второй мировой войне и рассказали о том, как на самом деле укрепляются и дальнейшим образом углубляются отношения стратегического партнерства между странами и выразили свои надежды на будущее. И сейчас важен ваш доклад и вообще такие мысли для того, чтобы создать правильную атмосферу, чтобы мы обменивались опытом, чтобы мы развивали наши дружеские отношения и чтобы мы способствовали процветанию всего мира. Сейчас предлагаю всем отдохнуть. Через 10 минут мы продолжим нашу работу. Большое спасибо. Уважаемый коллега, дорогой господин Се Фужчань, я хотел бы поблагодарить вас лично за ваш большой вклад в организацию проведения телемоста. Это первое. Второе, я рассчитываю на нашу личную встречу в Пекине или в Москве и со своей стороны приглашаю вас в Россию. После перерыва с российской стороны телемост поведет академик Анатолий Туркунов. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...